МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Незаконно выставляла завышенные платежи. Сто-рублевые на полимерной основе. В Барнауле появились футбольные купюры. Начнем выпуск с погодной аномалии. На Алтае бушевал настоящий торнадо. Есть разрушение. Минувшим вечером погода вновь заставила поволноваться жителей региона. Мощный ураган пришел в немецкий национальный район. В Николаевке он сносил крыши, валил деревья и столбы. В Каменском районе жители наблюдали смерч, который, к счастью, обошел жилые дома стороной. Крупный град выпал в Камни-на-Аби и в Тюменцевском районе. Пострадали огороды. Уничтожено 50% посадок. Побиты машины и даже скот. Непогода добралась и до Бийска. Здесь прошел сильный дождь и град. Все это время в режиме повышенной готовности работали энергетики. Край устраняли последствия стихии. По некоторым данным, порывы ветра в регионе достигали 27 метров в секунду. Более 500 единиц аграрной техники представили сегодня на Дне Сибирского поля. Агропромышленный форум уже восьмой раз проходит в Павловском районе. На него съехались руководители сельхозпредприятий со всех регионов страны, а также за рубежи. На Агрофоруме побывала, ну и наша съемочная группа. На ферме Комсомольской ее называют первой телочкой. Калина настоящая рекордсменка. В год корова дает около 8 тысяч килограммов молока. На Дне Сибирского поля она гордость своих доярок. Здесь, в агропарке, лучший рогатый скот молочных и молочно-мясных пород. Мы в крае вторые по надоям. И телята у нас хорошие, и не теля, и тёлки. На 9 гектарах агропарка, как всегда, представлены сотни единиц техники. Почва перерабатывающая, кормозакотовительные и опрыскиватели. В этом году на Агрофорум приехали руководители более 200 компаний из разных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Наш форум стал одной из самых авторитетных и популярных площадок не только в Сибирском федеральном округе, но и в России в целом. Подтверждение тому прошедший на территории Сибирского агропарка в 2016 году Всероссийский день поля. Виктор Томенко заявил, что правительство региона будет поддерживать хозяйство, которое настроено на перевооружение аграрной техники. В первую очередь это касается молочного и мясного скотоводства. Он добавил, что новая техника не должна застрять в руках одного хозяйства, а стать доступной всем. Также администрация края пообещала поддержку аграриям, которые могут понести убытки в связи с плохой погодой. В этом году режим ЧС введен в Алтайском крае и в Омске. Если все же аграрии понесут определенные убытки, таковых еще нет, то, естественно, государство будет принимать меры. Есть и резервный фонд правительства Российской Федерации, но сразу хотелось сказать, что убытков сегодня аграриев нет. На дне сибирского поля были награждены лучшие работники своего дела. Трактористы, механики и не только. В кабину трактора Юрий попал случайно. И вот уже 30 лет он работает трактористом. Бывают смены по 12 часов в сутки. Сегодня он вернется домой заслуженным работником сельского хозяйства. Обмывать будем сейчас. Сейчас работать легко, техника нового хорошего. Самое главное сейчас лишь бы здоровое было. Каждый год после Дня Сибирского поля заключаются сотни сделок. Подписываются договоры о сотрудничестве. Ведь ожидается, что только за два дня агропарк посетят более 24 тысяч человек. Ирина Корчегина, Павел Лаурнин. Наши новости. С сегодняшнего дня закрыты рейсы по маршруту Барнаул-Заринск. Причина – банкротство перевозчика. Как пояснил исполнительный директор партнерства автомобильной перевозчики Алтая Алексей Богданов, банкротство стало следствием резкого скачка цен на ГСМ. Но вот между тем направление на Заринск – одно из самых популярных в крае. Ежедневно в рейс выходило пять автобусов. Сейчас объявили конкурс по выбору нового перевозчика. Вот только пока желающих, увы, нет. Добавим, что теперь добираться до Заринска можно будет проходными маршрутами. Всего их три. Но их пути не проходят через часть поселков Заринского района. Рост налоговой нагрузки на бизнес, развитие агропромышленности в Алтайском крае и совершенствование системы образования. Эти темы обсуждали в ходе праймерис «Единой России» в Рубцовске. Свои программы представили кандидаты на пост губернатора Алтайского края. Об основных тезисах развития региона далее в сюжете. Повышение НДС, развитие моногородов и системы профобразования. Это лишь малая часть вопросов, которые были затронуты участниками форума. На площадке Рубцовского дома культуры программы презентовали четыре кандидата. Депутат Государственной думы Виктор Зобнев, в Рио губернатор Виктор Томенко, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Павел Нестеров и председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильиченко. Представители «Единой России», местные СМИ и чиновники задавали интересующие вопросы. Особое беспокойство вызвало повышение НДС с нынешних 18 до 20%. Законопроект еще до депутатов не дошел. Есть законодательная инициатива. Но я буду стоять на стороне тех, кто на сегодняшний день работает в секторе реальной экономики. Хотя 18% это тоже немалая нагрузка. Если молодежь не уезжала не только из города Рубцовска, чтобы молодежь не уезжала из Алтайского края. Развитие промышленности Рубцовска, как и в целом региона, пожалуй, самая острая тема встречи. Многие предприятия города, такие как тракторный завод, который в разы сократил объемы производства, нуждаются в восстановлении. По мнению Виктора Томенко, решение проблемы видится в нескольких составляющих. Новые источники наращивания нашей промышленности, новых инвесторов. Хорошо бы найти сразу мощных, с единичной мощностью такой приличной, чтобы сразу на несколько тысяч человек, например, создать рабочие места. Но мы будем с вами все-таки реалистами, будем отталкиваться от тех возможностей, которые пока располагаем. По завершению работы форума в Рубцовске участники заполнили анкетные листы, в которых выбрали приоритетное, по их мнению, направление развития. Впереди еще две встречи, в Бийске и в Барнауле. Анастасия Бертенева, Геннадий Лабзин, Наши новости. На следующей неделе депутаты Краевого законодательного собрания оценят исполнение бюджета за прошлый год, а накануне они приняли участие в публичных слушаниях, посвященных данному вопросу. Участие в открытом обсуждении приняли также представители правительства Края, общественные палаты, студенты финансового университета и представили отчет о бюджете за 2017 год. Как оказалось, в прошлом году в Крае сработали в плюс. Доходы превысили расходы на 3 миллиарда рублей. В целом доходная часть бюджета составила 102 миллиарда. Причем налоги и налоговые поступления в 2017 выросли на 6%. Безвозмездные вложения это поступление с федерального бюджета на 8%. Основная часть расходов по традиции пришлась на социальную политику более 30 миллиардов рублей, на образование 19 миллиардов. Депутаты отметили, что в 2017 край жил скромнее, но благополучнее, чем годом ранее. При этом Александр Лазарев просил впредь при формировании бюджета обращать внимание на размер заработной платы медицинских работников, ее базовую ставку. Ради более-менее сносной зарплаты многие алтайские врачи вынуждены совмещать несколько ставок и трудиться в разы интенсивнее, чем в соседних регионах. Студенты интересовались, как в следующем году будут поддерживать семьи с детьми и выделят ли средства из бюджета на участие в федеральных и международных молодежных форумах. В рамках слушаний высказали просьбу и следующего характера. И когда я решила, что автеста, как правило, нужно будет мерить, что за бюджетами и краями, автеста, как правило, если организация нуждается в финансовой поддержке. То есть, это будет оказано, что финансовая поддержка это будет приятный сфер-эктивностью. В целом, отчет об исполнении бюджета за прошлый год участники публичных слушаний одобрили. Они выразили надежду на то, что по итогам и 2018 года финансовое положение региона будет профицитным. Татьяна Голубева, Николай Шелко. Наши новости. В Новоалтайский конфликт между жителями нескольких многоэтажек и управляющей компанией приближается к своему апогею. На следующей неделе должно пройти последнее судебное заседание в отношении обслуживающей организации. Жильцы считают, что она несправедливо выставляет повышенный тариф за электроэнергию. Подробности в сюжете Валентины Аскеровой. Жители трех многоэтажек Новоалтайска готовят пищу на электроплитах. За электроэнергию платят больше, чем должны, утверждают люди. Просто потому, что управляющая компания, пояснил юрист, представитель интересов инициативной группы жильцов, применяет к жильцам завышенный тариф за свет. Злоупотребление правом со стороны управляющей организации и гороэлектросети, которые занимаются обслуживанием данного многоквартирного дома. В чем это выражается? Они применяют тариф без понижающего кофе на цен 0,7, который установлен для жильцов домов, оборудованного в стационарном установленном законном порядке электроплитами. И делают тариф как для газовых. 3,85, а должно быть 3,05. Как выяснилось, причина этого – неразбериха с документами. У жильцов многоэтажки должны быть единые технические условия на реконструкцию системы электроснабжения. Но жильцам выдали лишь индивидуальные документы и стали применять повышенный тариф. Мы получили эти техпаспорта. А теперь оказалось, что я должна иметь на весь дом, чтобы мне доказать, что у меня плита дома стоит. Каждая семья переплачивает по 100 рублей в месяц. За год выходит 1200 рублей. Если умножить сумму на число всех жителей многоэтажек – 800 человек. получаются миллионы рублей. Эти деньги, утверждает юрист, инициативная группа жильцов оседали в кармане управляющей компании. Вот уже полгода люди пытаются вернуть их в суде. Накануне прошло четвертое по счету заседание. Исход пока не ясен. Городские чиновники прежде предлагали сменить управляющую компанию. Но, по словам новоалтайцев, у большинства управляющих компаний города один и тот же руководитель. У нас корпорация «Лагно». Это семейный бизнес. «Лагно» – мама, папа, жена и сам Александр Александрович. Это их семейный бизнес. Менять управляющую компанию с одной на другую смысла нет. Хозяин один. Директор управляющей компании по телефону пояснил, пока у многоэтажек нет единого разрешения на установку электроплит, снизить тариф не получится. Теперь должна проработать специализированная организация, имеющая на это докупки лицензии, которая даст заключение, что необходимо, выдержит данная проводка или нет. И дальше существующая. И дальше будет заключение. Может, там надо будет всего вложить, там, для 1 рубль, да? И все заработает, и все будет хорошо. И сдержки за новый документ тоже лягут на плечи жильцов. Прежний был утерян, когда мэрия Новоалтайска снимала дома с баланса муниципальной собственности и передавала на обслуживание в частные руки. В администрации что-либо пояснить по этому поводу отказались. Каких-либо комментариев мы давать не будем. Ну, я поняла, ну почему? Ну, это наше право. Выходит, жильцы стали заложниками ситуации и теперь вынуждены не только платить больше за коммунальную услугу, но и нести судебные издержки. На следующей неделе пройдет в суде последнее слушание. Люди надеются, что вердикт будет в их пользу. Но даже в случае проигрыша они готовы и дальше отстаивать свои права. Валентина Аскерова, Павел Лаурин, Алексей Фризин, Александр Антропов. Наши новости. В Барнауле появились 100-рублевые купюры, посвященные чемпионату мира по футболу. Банкноты необычно изготовлены на полимерной основе. Где и за сколько их можно приобрести, узнавала наша съемочная группа. Купюры с изображением мальчугана с мечом, мечтающего повторить подвиг Яшина, появились на днях. Специалисты Банка России говорят, подделать банкноту на полимерной основе невозможно. Зато продать легко. Купюра уже пользуется огромным спросом. В Благовещенске, на востоке страны и в соседнем Китае ее можно купить за 500 рублей. Не теряются обладатели банкноты в краевой столице. На интернет-просторах такие продают за 250-300 рублей. А почему нет, говорят барнаульцы, ведь памятная вещь. За сколько бы вы ее купили? Не пожалели бы, сколько на такую купюру красивую? Ну на такую бы красивую, ну может быть, рублей 500. Правда, тех, кто отдал бы за банкноту, больше номинала не так много. Основная часть горожан хотела бы иметь дома памятную вещь, но переплачивать за купюру не желает, ведь ее и так можно получить. При наличии памятной банкноты в кассе банков клиент, совершая привычные операции, какие-то расчеты, платежи, может получить эту банкноту по номиналу. В качестве сдачи? В качестве сдачи, например. Это, конечно, больше из области фантастики, хотя, говорят, новые банкноты обязаны принимать и при расчете в магазинах. Правда, там они вряд ли появятся, ведь тираж новой купюры, которая благодаря составу переливается всеми цветами радуги, ограничен. Чуть более 20 миллионов штук на всю Россию. На самом деле, купюра похожа на необычную подарочную открытку. Держать ее в руках приятно и отдавать не хочется. Но нам и не придется, нам ее подарили. Теперь она будет храниться в редакции, как память о домашнем футбольном чемпионате мира. Татьяна Голубева, Александр Антропов. Наши новости. Но мы продолжаем тему чемпионата мира по футболу домашнего для России. Так вот, алтайский забивака, словно заядлый прогнозист, точно предсказал победу сборной России против египтян. Волчонок выбрал сторону с триколором. Местный забивака стал символом барнольской фан-зоны. Предсказатель пробовал силой в первой игре против Саудовской Аравии, но тогда малыш, видимо, испугался ажиотажа вокруг своей персоны. Исключительно о победах сегодня нам расскажет сам действующий спортсмен Станислав Сергеев. Ну что, алтай, ликуем! Этой ночью команда Станислава Черчесова подарила стране праздник! С большой долей вероятности можно уже сказать, что сборная страны по футболу сыграет в одной восьмой стадии домашнего чемпионата мира. Этот день футболисты приближали как могли все 32 года. На этот раз без сбоев. Давайте еще раз посмакуем эти моменты. Началось все с автогола египтян. Отличился со знаком минус защитник. Продолжилось благодаря точным ударам Дениса Черышева и Артема Дзюбы. Правда, порадовать Акинфеева очередным нулем все же не удалось. Главный фараон египтян с 11 метров все же пробил Игоря. 3-1. Алтай после этого не спал, как, собственно, и вся Россия. На очереди игра против Уругвая. Болельщики все же надеются, что в этой встрече они уж точно дождутся появления нашего земляка Александра Ирохина. Зато другой наш парень уже в деле. Речь идет про барьериста Сергея Шубенкова. Свежую победу Барнаульса как-то затмил футбол. Сейчас восстановим справедливость. Победа выдалась что надо. Сергей пробежал 110 метров с барьерами за 12.99. Случилось это в пригороде Парижа на международных соревнованиях. В итоге Шубенков возглавил топ-лист мирового сезона. Первым из всех в сезоне выбежал из 13 секунд. Едва не побив свой собственный рекорд. Не хватило одной сотой секунды. Браво, Сергей! Браво, сборная! Вот все бы спортивные новости были такие позитивные. Но, как известно, без поражений не бывает побед. Видимо, дождались. Вот на этой приятной ноте прощаемся ровно на неделю. Это был Станислав Сергеев. Желаю вам всего самого доброго. Передаю слово в студию. Спасибо, Станислав. А я продолжу. В ближайшее воскресенье из Барнула выйдет крестный ход в село Коробейниково. Паломники отправятся к чудотворному образу Казанской Божьей Матери уже в 20-й раз. Что заставляет людей преодолевать сотни километров и как можно присоединиться к крестному ходу, расскажет Елена Кузовкина. Впервые в многокилометровый поход Казанской иконе Божьей Матери люди отправились в 99-м году. Тогда паломников было всего около 50. Организаторы и предположить не могли, что со временем крестный ход в Коробейниково станет настоящим событием для многих. Когда выходит крестный ход из Барнаула, у нас идет примерно 600-700 человек. В Олейске присоединяется очень много паломников к нам и в Коробейниково уже приходит больше тысячи человек. Корреспондент комсомольской правды Барнаула Марина Кочнева ежегодно участвует в крестном ходе. Хотя изначально встала в строй в 2011 году исключительно ради хорошей статьи. В начале чувствуешь какую-то неловкость, потому что вот идут люди, они поют одну и ту же молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. А потом вдруг что-то щелкает, что-то происходит, ты вот в эту православную реку вливаешься. На всем протяжении пути колонну верующих будут сопровождать сотрудники полиции. Мешать автомобилям люди практически не будут. Но даже если придется постоять в пробке, говорят, это тоже своего рода участие в крестном ходе. 24 июня в Покровском соборе Барнаула в 7 утра начнется торжественная литургия и паломники отправятся в Коробейниково. Елена Кузовкин, Алексей Фризин. Наши новости. В период отопительного сезона, что уже скоро, нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах. Ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше с вами здоровье. Обслуживание, систем вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов. Поддерживать гигиену в жилых домах с компанией «Эко Сибирь» просто и выгодно. Далее прогноз погоды, спонсор прогноза погоды, сеть магазинов трофеев, все для рыбалки, охоты и туризма. В трофее найдется все для отличного летнего отдыха. Палатки, мебель, спальники, рюкзаки, посуда, барбекю, мангалы и все остальные нужные аксессуары. Оторвись от компа. Покажи своей девушке настоящую романтику. Сходи в поход с семьей. Приготовь ужин на костре. Будь мужиком. Сеть магазинов трофей. Завтра в крае переменная облачность. Местами временный дождь, но жара усилится. В Заринске и Тальменке 25 выше 0, плюс 27 в Бийске, Белокурихе и Алиске. В Барнауле ночью около 15 градусов тепла. Без осадков днем до 24. Возможен дождь. Ветер юго-западный по-прежнему порывистый. И к этому часу у меня все новости. Всего вам хорошего. И пусть яркие победы происходят как можно чаще в жизни. До встречи. Петр Белоконь воевал на Брянском и Первом Белорусском фронтах. В 44-м году в боях в Волынской области старший сержант выкатил за линию огня орудия для стрельбы прямой наводкой. Уничтожил миномет, орудие и батарею врага разрушил три пулеметных дзота. Первым переправился через реку Западный Бук и разминировал 90 мин. А после уничтожил прямой наводкой 46 немецких солдат. За образцовое выполнение боевых задач ему присвоили звание Героя Советского Союза.